Одной из тем разговора Олега Сорокина с работниками культуры стали сохранение и восстановление историко-архитектурного облика Нижнего Новгорода. В городской думе в этом году разработан механизм передачи инвесторам объектов культурного наследия. Исторические здания будут восстанавливаться благодаря инвесторам и меценатам. Кроме этого, говорят про реконструкцию арсенала. Сейчас закончили вторую очередь. Многие работники культуры отмечают, город развивается очень быстро. Кроме восстановления памятников, много и нового строительства. Я вижу отношение к спортивным площадкам, к фокам. Я вижу, как строятся новые дома, как восстанавливается частично наш старый город. И город прекрасен. Говорить нечего. Город просто прекрасен. Одна набережная, что стоит. Нет. Город прекрасен. Город развивается. Кстати, по окончании встречи при личном общении Вера Горшкова попросила главу города помочь с установлением здания детского театра «Вера». Сорокин подчеркивает, без поддержки объекты культуры не останутся. Городская администрация постоянно помогает малым театрам. Например, театр пиано, художественной школе образца и другим. У нас действительно есть проекты, в которых мы неплохо продвинулись. И есть проекты, которые на сегодняшний день, конечно же, требуют очень внимательного решения, пристального внимания и помощи, поддержки. Это и театр «Вера», в первую очередь, который оказался в очень непростой ситуации. Но, еще раз повторюсь, какие бы тяжелые времена, и непростые экономические не были, все равно культуру без помощи, без поддержки оставлять нельзя. И мы это хорошо понимаем. В этом году продолжится и развитие Парка Победы на Гребном канале. Правда, из-за экономической ситуации решили повременить со строительством музея. Глава города предлагает иной вариант – построить временные легкие павильоны, чтобы в год 70-летия Победы размещать там экспозиции и проводить лекции. «Поддержал я его идею, что пока из-за различных проблем есть смысл перенести строительство здания Большого музея боевой славы и ограничиться временными конструкциями, модульными, где можно было бы вести нормальную военно-патриотическую работу, поскольку все-таки на открытом воздухе это очень сложно». Встреча с нижегородцами – неразовая компания. Олег Сорокин собирается и дальше встречаться с работниками предприятий и организаций, чтобы между горожанами и руководством не пропадала постоянная связь. Ксения Доринова, Алексей Александров, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.